Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания Коринфянам апостола Павла, 8 глава. Здесь апостол Павел переходит к проблеме, которая может быть не совсем понятна современному читателю. Он говорит об идоложертных яствах. Что это такое? О чем в данном случае идет речь? Дело в том, что, конечно, жизнь современников апостола Павла, калинфских христиан, она неизбежно была связана с их языческим окружением, а жизнь языческих, она, конечно, в свое время была пронизана различными культами. И идоложертных, о которых говорит апостол Павел, это часть той туши, которая приносилась на жертвенник, и было посвящено тому или другому богу. Дело в том, что, конечно, далеко не вся туша животного сжигалась. Это, в общем-то, в языческой традиции не было принято. Ветхий завет знал жертву всесожжения, но языческая практика, она в основном использовала лишь часть туши, вот, при том небольшую часть. Какая-то часть, как плата, поступала жрецу, а, в общем-то, большая часть туши, она возвращалась к жертвователю. И тем самым считалось, что это мясо, оно посвящено тому или иному языческому богу. И часто это использовалось для каких-то перов. Иногда в храмах заключались какие-то очень важные договоры, где хранились, возможно, играли свадьбы. И вот это мясо, оно становилось угощением на этом празднике. Иногда, конечно, далеко не вся эта мясная продукция, все остатки мяса могли быть каким-то образом употреблены, переработаны. И тогда они отправлялись на рынок. И вот человек, который покупал мясо на рынке, он, может быть, даже не всегда это зная, неизбежно покупал и мясо идоложертвенное. Неизбежно, потому что, на самом-то деле, большая часть продаваемого там мяса, она была идоложертвенным. То есть, другими словами, вот то, что нельзя было съесть, то, что не поступало ни на какие приемы или праздники, вот это мясо, оно продавалось на рынке. Итак, как же быть в той ситуации, как бы употребление мяса, и вообще говоря, можно было бы в этой ситуации, в этом случае есть или нельзя, вот эту тему апостол Павел поднимает. Потому что, хочешь не хочешь, а потребление мяса, оно могло неизбежно человека вводить в соприкосновение с языческим божеством, с языческим культом. А этого бы не хотелось, этого надо было бы избежать. Человек не всегда мог с уверенностью сказать, да, какое мясо он ест, какое мясо ему продают на торгу. Итак, мы знаем, что всем имеем знания, но знания надымевают, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. И так, другими словами, апостол Павел предостерегает против самомнений и самоуверенности. Об этом мы с вами уже неоднократно говорили, как одной из печальных характеристик Коринфской церкви. И действительно были люди, которые гордились своими знаниями. И это свое знание они клали во главу угла своего поведения, линии, точки отсчета того, что они делали. И апостол Павел говорит об употреблении в пищу идоложертвенного. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет единого бога, кроме единого. То есть люди вполне могли действительно говорить, что никаких на самом-то деле богов, кроме единого, не существует. И поэтому никакого идоложертвенного мяса тоже в принципе не может быть, потому что за идолами нет никого. Это ничто. Это выдумка. И хотя и есть так называемые боги или на небе, на земле, то есть есть много богов и господ, продолжает апостол Павел, но у нас один бог, из которого все, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Другими словами, апостол Павел здесь даже не вступает в полемику о том, что действительно один бог, и это невозможно опротивоставать. И один Господь, Иисус Христос, которым все и мы им. Другими словами, эта принадлежность, она к Богу определяет всю нашу жизнь. Но не у всех такое знание. Некоторые, даны не совестью, признающие идолов, едят идолы жертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть, другими словами, апостол Павел рассматривает ситуацию, когда люди не могут отказаться в силу определенных причин, например, их пригласили на свадьбу, или они заключают какой-то договор, или еще что такое происходит, что связано с жертвоприношением в языческих храмах, без чего, собственно говоря, ни одно, сколько бы значимое и важное дело не обходилось. Итак, человек, яс, это идолы жертвенные, но он понимает прекрасно, что, в общем, делает он что-то нехорошее, неправильное, неверное. И апостол Павел говорит, совесть его, будучи немощной, оскверняется. И напоминает, что пища не приближает нас к Богу, ибо едим, ничего не приобретаем, не едим и ничего не теряем. Берегись, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ну, мы можем спросить себя, а как же так пища не приближает нас к Богу? Зачем же тогда многочисленные посты, которые установила церковь? Для чего она нужна? Если мы едим, ничего не приобретаем, и не едим, ничего не будет, значит, все это не имеет значения, никакого смысла. Речь не об этом. Назначение поста, оно, собственно говоря, и не пищевое, по крайней мере, к употреблению пищи никогда не сводится, о чем нам, в общем-то, из года в год напоминают самбона. Смысл поста – это в возможности научить себя ограничениям, и пищевые запреты, они в данном случае являются только этим подспорьем, каким-то вектором, который на самом-то деле включает гораздо большие грани и стороны жизни, чем просто перемена меню и блюд, которые мы едим утром, днем и вечером. Апостол Павел говорит о том, что действительно были люди, которые он называет знающими, и люди, которые были немощными. И вот действительно человек, который был уверен в том, что он имеет знания, что он уверен, что никаких богов языческих просто-напросто нет, вполне мог участвовать даже добровольно в каком-то вот таком пире, в застолье, в языческом капище. И вдруг мимо будет проходить брат, который увидит этого человека и подумает о том, что его отказ от языческой пищи, от идола жертвы, он не оправдан, он не нужен. Раш более продвинутый брат вполне считает допустимым для себя употребление такой пищи. И он напоминает, что от знания твоего погибнет немощной брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против бра, и уязвляя немощную их совесть, вы согрешаете против Христа. А потому если пища соблазняет брата мой, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И так, на самом-то дело не в том, но можно есть и нельзя тот род пищи. Дело в том, что человек, который первоначально отказался от участия в языческих ритуалах, сочет для себя такой отказ ненужным и вернется к соучастию, к тому, что и он может каким-то образом продолжать свою жизнь в язычестве. То есть, тем самым происходит некая смесь, синкретизм, смешение языческого и христианского, старого и нового. А вот на несовместимость одного с другим апостол Павел дальше и скажет в довольно таких ярких и, можно сказать, убедительных формах. Но здесь он пока этого не делает. Это тема десятой главы. Здесь он просто говорит о том, что действительно человек получил спасение, он обрел в своей жизни Христа, он встретил Бога, единого Бога. И получается так, что вот этот пищевой вопрос, он может его вытеснить и церкви вновь в этот мир, в языческий мир, где, в общем-то, всему этому не придается такого значения, где, собственно говоря, о едином Боге не знают. И отказ от идоложертвования, он вообще может быть воспринят как какой-то неправомерный. Мы знаем, что именно отказ от идоложертвенной пищи, он, собственно говоря, и вел на Ишафот многих мучеников, которые не могли согласиться с тем, чтобы принести хоть что-то, хоть чепотку ладана, жертву идолу. Никого не интересовал, во что ты веришь. Важно было формально подтвердить государственный ритуал. Но христиане не могли этого сделать, они не могли совершить над своей совестью эту уступку, и для них щепотка ладана оборачивалась смертью. Но это будет еще несколько впереди, а пока апостол Павел вынужден решать эту непростую проблематику. И здесь мы видим, что опять сказывается вот этот момент взаимоотношения между теми христианами, которые считали себя более продвинутыми, более знающими, и теми, кто, может быть, делал только первые шаги в вере, кого апостол Павел называет немощным. И апостол Павел напоминает, что вот ваше поведение тех, которые считают себя знающими, продвинутыми, оно может поступить соблазном для других членов церкви. И этот момент, он, конечно, тоже всегда сохраняет свою актуальность. Мы тоже, не случайно в Евангелии говорится о том, что если человек является соблазном для других, то лучше ему жернов камень повесить на шею и бросить, утопить его. Если наша жизнь кого-то соблазняет, то мы губим других людей и совершаем не Божье дело, а дело дьявольское, тем самым определяя собственную участь. Вот для того, чтобы этого избежать, для того, чтобы этого не было, надо всегда придавать значение тому, как он нас смотрит, что мы олицетворяем, несем ли мы другим людям свет своей веры, своей принадлежностью к Богу, или можно каким-то образом их соблазнять. Вот есть здесь о чем задумываться. Читая эту ситуацию апостола Павла, которая, конечно, утратила во многом свое временное значение, тем идоложертвенного ушла в далекое прошлое. Но нравственные решения, нравственные ориентиры и установки, которые предлагает апостол Павел, тот выбор, который он предлагает совершить своим адресатам, он и по сей день сохраняет свою актуальность.